Девушка. У нас были изгуи в классе, почти на протяжении всего обучения в школе. С 1 по 3 класса девочка, родители ее пили, они жили в частном полуразваленном доме на окраине города. И от нее всегда плохо пахло. Еще был мальчик, тоже из семьи алкоголиков. В 5-м унижали одного рыженького, но потом пришли нерусские, стали унижать их. С 7 по 9 унижали так называемых ботаников, а еще одного парня, который не мог постоять за себя. Его били даже девчонки. В 10-м я сама была изгоем, потому что стала носить очки и плохо одевалась. У нас тогда были проблемы в семье, так что изгоем может быть каждый. Тема нашего сегодняшнего проповеди это изгои. Изгои в обществе. Кто они, если мы являемся где-то в этих случаях. И как из этого выбраться. Сегодня мы с вами посмотрим на некоторых библейских героев и что Библия говорит об этом. Давайте мы сначала посмотрим, кто такой изгои. Лично ваше мнение, ваша трактовка. Кто такой изгои? Кого не принимает общество. Кто является чуть-чуть не таким, да? Это изгои, древнерусский социальный термин, означавший человека, выпавшего из своей социальной среды. И давайте мы вспомним одного библейского героя, который как раз выпал или его выжили из своей социальной среды. Судей. 11-я глава. 11-я глава книги Судей. И мы сразу же сейчас о нем прочитаем. Книга Судей. 11-я глава. И будем с вами читать с первого стиха. Книга Судей. Страница 271. 271-я страница Ветхого Завета. Книга Судей. 11-я глава. И будем с вами читать с первого стиха. Иефай Галладитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галлада родился Иефай. И жена Галладова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, что они сделали? Изгнали они Иефая, сказав ему, Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины. Итак, что мы узнаем об Иефае? Кто он? Так, ну избы, да, но он сын блудницы, да. Небрачный сын, его отец был Галлад. И пришли братья, и они говорят, давай, ты не наш, да, уходи. Третий стих. И убежал Иефай от братьев своих, и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди, и выходили с ним. Интересно, что комментаторы говорят, что праздные люди выходили с ним. Он стал головарем в шайке разбойников. То есть он стал небольшим таким хулиганом, да, в своем обществе. И пятый стих. А, вернее, простите, четвертый. Через несколько времени аммонитяне пошли войной на Израиль. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины Галладские, главное, к кому? Да, к Иефаю. Взять Иефая из земли Тов и сказали Иефаю, приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами. Итак, какое здесь обстоятельство? Что вынудило прийти людей к Иефаю и попросить их быть военачальниками? Военная угроза. Пришли аммонитяне, и народ израильский понимает, был человек Иефай, они знают его качество и характер. Вначале, в первом стихе, да, был человек храбрый. И они понимают, что сейчас Иефай, именно он, должен быть предводителем в нашем, как раз, собрании. И они к нему приходят и берут. Другими словами, война выявила нужду в изгое. И давайте мы с вами посмотрим, судя 11 глава, 32-й, 33-й стих. 32-й, 33-й стих. И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим, от Раера до Минифа, двадцать городов, и до Вельки Рамима. И смирились аммонитяне перед цинами Израилевыми. Победа! И евреям, 11 глава, 32-й стих. Мы узнаем, что именно этот изгой из Ветхого Завета, евреям, 11 глава, 32-й стих, сказано. И что еще не скажу? Не достает мне времени, Павел говорит, чтобы повествовать о Гидионе, о Вараке, о Самсоне и о ком? И об изгое, вот этом, об Иефае, о Давиде, Самуиле и других пороках. То есть Иефай причислен на доску почета, доска почета, евреям, 11 глава, герои веры. Вот этот первоначальный изгой. А вот теперь, Саша, включи, пожалуйста, презентацию. Изгои библейского времени, да? У нас сейчас, мы с вами живем в 21 веке, да? И оказывается, есть знаменитости, которые когда-то были изгоями. Я никогда бы не подумал, что именно они являлись изгоями в обществе. Итак, начнем. Вы знаете, да, этого товарища? Джеки Чан, актер, мастер боевых искусств, постановщик трюков и боевых сцен, ребенком испытывал притеснение со стороны других детей. Он был слишком запуган, чтобы суметь постоять за себя. И потом он пошел дальше уже, чтобы можно было как-то постоять. Первоначально изгой. Следующий человек. Знаете такого? Ну, молодежь, наверное, знает, да? Эминем. Это светские люди, это светские люди, да? Мы не берем сейчас из христианской аудитории, да, сейчас из светской. Один из величайших переоперев всех времен, выпустивший несколько успешных альбомов, в детстве был одиночкой, и его частенько побивали. В Миссури он был так сильно избит, что его госпитализировали с травмой головы и слепотой. Затем они с матерью переехали в пригород Детройда, где население было преимущественно афроамериканским. То есть с черной кожей. Помимо них, там проживали еще две белые семьи. Это привело к напряженным отношениям парня с темнокожими сверстниками, которые его регулярно избивали. Тем не менее, свой негативный опыт Эминем сумел направить в нужное русло, выпуская хит за хитом. Следующая героиня, наверное, да. Вера Брежнева. Вера Брежнева. Интересно. Страдала от нападок одноклассников из-за неблагополучного финансового положения семьи Эминера Брежнева. Когда появились первые секонд-хенды, ее прямая речь, мы разыскивали в грудах, присланных из его при Америке, ношенных вещей, что-то более-менее приличное. Приносили домой, стирали, ремонтировали, утюжили. И мы, жалея маму, никогда не рассказывали про то, как над нами издеваются в школе и во дворе ей смеются, что едим в школьный бесплатный столовой. По словам бывшей классной руководительницы Веры Светланы Владимировны, девочка время от времени пропускала занятия из-за подработок. В парке убирала траву, сидела с детьми. Учительница знала настоящую причину прогулов, поэтому закрывала на это глаза. А вот одноклассники не упускали шансов поддеть Веру. Когда она приходила, они говорили, вот наша бедная пришла. И я думаю, сейчас, если бы те люди знали бы, кем она станет, то так бы не говорили. Следующий человек, Джастин Тимберлейк, тоже достаточно знаменитый в поп-культуре. В своем интервью Джастин рассказал, что его оскорбляли только за то, что он уделял больше времени искусству и музыке, а не спорту, как было в его окружении. Все, что вы подвергаетесь насмешкам и что вас делает странным в глазах других в детстве, в конечном итоге приведет вас к успеху во взрослой жизни, утверждает Тимберлей. Следующая героиня, не менее знаменитая, Анжелина Джоли. И что интересно, они и сказали. Одноклассники смеялись над ней из-за ее губ. Девочки были злы к ней. У нее были широкие плечи, длинные ноги. Она ходила, как газель. Из-за обидных прозвищ, которые Джоли приходилось слышать каждый день, девушка даже довела себя до анорексии. Болезнь, да? Болезнь куда бы. Она ненавидела себя в школе, но зато теперь Анжелина Джоли, ее широкие плечи, длинные ноги и пухлые губы, любит весь мир. Вот ее индивидуальность, Анжелина Джоли. Просто много можно героев называть, просто даже Стивен Спилберг, Кэмерон Гиас, Сандра Баллок, Леди Гага. Тоже были в качестве изгоев в современном обществе. Но теперь более приземлен. Вот этот товарищ, Москвин Руслан. Мой одноклассник. У него в семье не было денег. В семье не было денег, чтобы можно было обеспечить его наколенниками. Просто наколенниками для волейбола. Мы вместе занимались волейболом и часто его унижали. Потому что он, у него даже кличка была Бомж. Обидная, но очень... И насколько мальчику пришлось вылезти. Из такого положения вот наша команда. Вот это Руслан. Вот это я. Кто он Джерри? Это вот наш тренер Олег Стариславович. Два метра ростом. Замечательный тренер. Он, можно сказать, наш второй папа. В 90-е годы. Годы безотсовщины. Для нас всех пацанов он многое что для нас сыграл. Но вот он, мальчик, да? Руслан Москвин. Вот даже по глазам видно такие заплывшие, обиженные, да? Но что интересно. Мы с ним достаточно хорошо дружили. Были на дне рождения. И кем он стал? Белгородский волейболист стал самым результативным в сборной России. Он стал капитаном сборной России по молодежи. В волейбол. Капитаном сборной России. Единственного, кого забрали в профессиональный клуб. Был еще второй, один ушел из профессионального клуба. Этот стал сборной России капитан. И что интересно, пишут о нем в газете в 2007 году, в интернете. Москвин приехал выигрывать. Такой заголовок, да? В интернете. Маленькие черные летают быстро, точно выше. Убеждал капитан нашей команды Руслан Москвин. Один сайт. Следующий. А, так, это другой товарищ. Вот. В общем, о нем много. Только одно сделал. Вырезку. Следующий момент. Вчера пришел перед открытием как-то. Когда приезжаю сюда в Иваново, захожу просто в тренажерный зал, чтобы не пропускать. Лично свои занятия вот такие. И пришел быстренько на полчаса с утречка. И смотрю, ко мне подходит такая гора. Андрюха. Я говорю, о, Андрюха. Два Андрюха встретились в зале. Он говорит, а я сейчас в Ярославле приехал. На два года младше меня тоже занимался с нашим тренером волейболом. Мусаев. Андрей Мусаев. Обижали в школе как могли. Он подтянуться ни разу не мог и отжаться ни разу не мог. Ни разу. Все его, прям даже девочки унижали. Вот кем он стал сейчас. Ну сейчас плохо, наверное, фотография. Вот это вчерашняя фотография наша. Ну просто я реально смотрю, Мусаев, ну, гора. Прям такой подходит. 198 сантиметров у него рост. Машина. И вот, что с тобой стало? Он говорит, вот стал ходить, заниматься. Семья. Вот. Такой вот он, ну, сильный человек. Такой стал. Молодец. В обществе люди, которые были в начале изгоями, потом могут подниматься. Подниматься до определенных высот. Давайте мы с вами посмотрим теперь на библейские тексты. Скажите, из-за чего люди становятся изгоями? Вот просто самим, вот ваше мнение. Что они не похожи на все. Общественное мнение. Общественное мнение. Так, хорошо. Не похоже на всех. В чем, например? Внешне. Внешние недостатки. Хорошо. Еще. Не так одеваются. Не так одеваются. Ага, спасибо. Еще. А, у меня и равенство. Да, равенство, да. У нас изгоян могут быть не просто в школе. Взрослые люди на работе, их тоже какой-то... Сейчас разговаривали с одним человеком. Он говорит, знаешь, что интересно? Вот если в камере для тюрьмы, в камере, тюремная камера, да, если туда поместить двоих заключенных, они будут друзьями. Двоих заключенных поместить, они будут друзьями. Но как только ты к ним еще одного, трое друзьями не будут. Двое друзья, один изгой. И они сразу же, они его унижают. Так вот такая интересная. Забирают одного, оставляют двоих, друзья. Добавляют третьего, один кто-то из них будет изгой. И вот здесь мнение общества, да. Внешние факторы. Носишь очки, как называют? Очкарик. Понятно, да, проходили. Если ты обладаешь рыжим цветом волос, все, сразу же. И пошло, 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 вот такие вот моменты, да. Внешние факторы. Внешние факторы. Посмотрим на определенные характеристики. Первая Тимофея, первая глава, стих 17. Первая Тимофея, 1-17. Посмотрим проблему, посмотрим решение этой проблемы. И посмотрим с вами на три проблемы, как их можно решить в области такого изгойства, если так можно это сказать. Итак, внешние факторы. Первая Тимофея, 1-17. Первая Тимофея, 1-17. Так, давайте мы с вами посмотрим на этот библейский текст. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, и главное какому? Премудрому, Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Итак, характеристика Бога. Одна из, здесь сказано, да, невидимый, и главное единый, какой? Премудрый. И вот теперь, вся твоя внешность, ну давайте лучше Псалом 138, еще и как раз поговорим, Псалом 138, Псалом 138, с 13 стиха. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очереди матери моей. Слава у тебя, потому что я дивно устроен, дивно дела твои, и душа моя вполне сознает это. 15 стих. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаю, был в тайне, образуем во глубине утробы. Остановимся. Кто сотворил твои кости? Здесь интересно, Бог. Все твои особенности твоего организма, которые не сильно похожи на других, сотворил Бог. И вот здесь единый, премудрый Бог, да, то, что мы к Тимофеям. Бог слишком мудр, чтобы ошибаться. Твой нос, твои все тонкости твоего лица, цвет кожи, понимание цвет волос, да, все, что у тебя есть, это сотворил Бог. Как-то я уже говорил, у меня неправильная челюсть, у меня челюсть, она идет вперед. И у меня, ну, небольшой такой изогнутый нос, да, вот сюда. И у нас было, когда сценка, нужно было Бабу-Ягу играть. И вот когда, о, Андрюха Лугайской, Баба-Яга будет, ну, класс. Да, собрались, да, все, я Баба-Яга. Ну, вот так вот, вот так вот получилось. Ну, вот такой вот получилось, да. Ну, вот, и таким Бог сделал. Это просто твоя фишка, так называемая. Твоя особенность. Какой ты высокий, то же самое, Анжелина Джоли, пухленькие губы. В то время это сейчас все, Анжелина Джоли, да. Это модно. Как тебя Бог сделал таким, вот такой ты и есть. Да, такой ты и есть. У нас была девочка в школе, в седьмом классе, когда мы были. И у нее были пухлые щеки. Вот такие пухлые щеки. Она новенькая к нам. У нас спорткласс весь, когда нам куда-то на соревнования, класса нет. И мальчиков, и девочек. Все, мы на соревнованиях. В седьмом классе к нам присоединяется одна новая девушка. Высокая. У нас все девушки-волейболисты тоже высокие, но это вообще высокая. Мы думаем, высокая. И как-то все пасли, вот к нам новая, такая некрасивая, пухлые щечки. Хи-хи-хи-хи-хи. Пришла она к нам в класс. Высокая. Некрасивая. Прошло, наверное, месяца три. Все пацаны в нее влюбились. Все. Даже я. Вот как-то у нее был такой характер. И вот это был седьмой класс. Седьмой класс. Твоя внешняя особенность встречает по одежке, опровожает. По-моему. Да. По-моему. Второй момент, да? Когда коллектив с неправильными ценностями. Твой коллектив. Когда наши школы иногда бывают или на работе, кто-то там сплетит. Ну, ты не хочешь в этом кругу быть. Когда они там пойдем, мы сейчас на корпоратив. Сейчас мы сделаем одни нехорошие дела. Ты не хочешь с ними просто быть. Ну, неправильные ценности у коллектива. Все ребята курят. Сейчас модны новые наркотики. Там всякие таблеточки, присталки. Что это сделать? Это вот сейчас модно. Вот такая штука сейчас в школах пошла. Это просто бич сейчас современной молодежи. И пойдем, пойдем. И когда молодой человек начинает от этого уходить. Все. Сатана знает. У Сатаны есть хороший метод. Чтобы завладеть всеми поколениями. Особенно сейчас он бьет молодежь. Вот, насчет этого. И когда подросток не хочет с этим взаимодействовать, то та компания, она сразу же на него получается. И давайте мы с вами посмотрим притча 22 стих 3. Притча 22 глава 3 стих. Притча глава 22 стих 3. Интересно, два раза повторяет Соломон такие советы. Благоразумные видят беду и укрываются. А неопытные идут вперед и наказываются. И такой же самый совет дает притча 27-12. Благоразумные видят беду и укрываются. А неопытные идут вперед и наказываются. Как говорится, мудрый видит беду. Вот это плохая компания. И он уходит. Он уходит сам от этих компаний. Вот решение, разговаривая с некоторыми педагогами, которые сейчас действующие педагоги. Мы разговариваем как раз на тему изгоев, как здесь решить этот вопрос. Они говорят, христианские наши педагоги, они говорят молиться, во-первых. Самое главное, никто молитву не отменял. Молиться Богу говорит о том, какой конфликт в школе. Молиться. Найти друзей своего интереса. Найти друзей своего интереса. Если ты любишь рисование, есть такой же человек, который тоже не принимает знатные, блатные в школе. Найти того, кто рисует и вот с ним дружить. Хоть с кем-то, но дружи. И третий момент, перейти в другое место учеба. Перейти в другое место учеба. Советовать. Как сделал Бог однажды с лотом? Он вывел его из садома. Есть места, когда нужно выводить. У нас в Коломне сейчас мальчик, у него есть определенные трудности в школе. И родители приняли решение, мы переходим в другую школу. Потому что наш ребенок из-за высокой успеваемости стал слишком скатываться. Они просто перейли в другую школу, и там у него успеваемость получше, оградили от негативного влияния того. И интересно, одна пишет девочка. Пишет девочка в интернете. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Мне 11 лет. Меня зовут Полина. Учусь в пятом классе. С первого по пятого класса я изгой. Я сейчас в пятом классе. Что мне делать? И интересно то, что было предложено решение. Когда ты не в школе, а когда тебя не достают, учись улыбаться. Улыбайся, становись солнцем. Проследи, чтобы быть всегда опрятной. Дразнить будут все равно, но лишних поводов не подавай. В классе учись ходить быстрее, увереннее, с развернутыми плечами, не сутуйся и не опускай голову. Говори громче. Да, это опасно. Сильные, кто заметит, будут это пресекать, но часть не заметит, и начнет поднимать твой статус. В классе начинай дружить. О чем мы с вами говорили. Да хоть с кем-то. Хоть с такими же, как ты, но дружить. Подумай, можешь ли ты наладить хорошее отношение с кем-то из учителей. С учителями тоже можно дружить. И когда хотя бы у него на уроках ты будешь защищена, тебе начнут относиться лучше. Подумай, что ты можешь делать хорошо. И даже очень хорошо. Читать стихи отлично умеешь. Рисовать, разбираться в геометрии, быстрее всех бегать, что-то еще. Это очень поможет тебе завоевать достойное место в классе и шире в твоей жизни. Вот они, два таких параметра. Когда у тебя внешние показатели, не такие, как и в обществе. И второе, когда общество, оно не отвечает тем ценностям, которые мы стараемся заложить, как родители, как церковь. А теперь третий момент. И многие педагоги, с кем мы говорили, они говорят, вот это основная причина изгоя. Проблема в тебе. Проблема в тебе. Третий момент. Почему ты изгои в обществе? Проблема в тебе. Давайте с вами посмотрим притча, 14 глава, стих 20. Пункт первый. В притчу, 14 глава, стих 20. Бедный, ненавидим, бывает даже близким своим. А у богатого что? Много друзей. Вопрос здесь сейчас мы поднимем не относительно финансов. Потому что немногие из нас явно богатые люди, чтобы мы могли явно выделяться из общества. А здесь интересно поговорить в такую. Бедный не в плане денег, а в плане того, что ты можешь дать людям. Вот быть заточенным, то есть обостребованным на то, чтобы ты был давателем, нежели потребителем. В школе я не очень хорошо учился. Ну как не очень хорошо? Ну нормально. Но у меня всех лучше получалось черчение. Вот черчение просто был король. Извините, пожалуйста. Вот в геометрии вообще никак. Ну это плохо, надо на самом деле хорошо учиться. Но в черчении получалось лучше всего. И бог сделал интересную вещь. Я просто приходил в школу, и ко мне подсаживались наши отличники, и они даже так, я первые контрюхи сяду, я-я-я-я, и мы вместе с ними черчили так, что надо сделать? Один, два, три, четыре. Если у тебя что-то получается, будь в этом богатым, чтобы людям давать, чтобы людям давать, вот чтобы ты был как раз в этом деле основной. Когда пошел в институт, и у нас в химинститут первый курс, надо было начертить химаппарат формата А1, рассчитать его. Из потока всего у нас делало два, по-моему, два человека. Я и еще один. И преподаватель по черчению, начертательной геометрии, он говорит из других групп, так, к лороковскому подсаживайся, он тебе расскажет. Приятно, я не успевал по другим особо предметам. Ну, нет у меня такого мышления. Есть прям физики, да, вот прям вот такие, да. Ну, у меня не такое мышление. Но в черчении что-то получалось. И вот это одна черта, которая тебя может просто вытаскивать из каких-то обстоятельств. Вот подумай, что у тебя является сильным, что ты можешь давать другим. Вот сильная твоя сторона. Вот чтобы в этом ты был богатым. А теперь мы подходим к следующей стадии. Притча 11.26. Притча 11.26. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего благословение. Что нужно делать с хлебом? Отдавать. Отдавать. И вот будь настроен на том, чтобы отдавать. Чтобы отдавать. Когда к тебе подсаживается какой-то человек, и он спросит, да, Надя, дай списать. К примеру, да. Ты мозг нам, да, там, ну, там, да. Нет, не дам. Еще вот так вот книжку поставлю. Все, только я никому не дам. И вот здесь сразу, ну, что ж такое-то. А когда, да, конечно. Когда, что-то ты, когда спрашивают, да, вот здесь, кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ. А мы говорим про дарящего благословения, да. Но ты как раз отдавай. Отдавай в этом самом деле, чтобы дать кому-то списать. У нас ходила одна девочка, и она так хорошо училась в школе, но она не ходила по субботам. И когда она приходила на неделе, ей никто слова не мог сказать, почему ты не ходишь по субботам. Она настолько хорошо училась, что она, ну, просто, у нее весь класс, она всему классу могла, все преподаватели все это дело понимали. Все это понимали. Но она просто, она была, ну, таким, добрым человеком, да. Следующий момент. Притча, 13 глава, 27 стих. Притча, 12, 27. Кстати, мама всегда меня учила. Вот, мамочка сидит здесь. Она говорит, Андрюша, бери всегда две ручки. У меня с собой сейчас пока одна. Не выучил я урок. Вот, бери с собой две ручки. И был такой момент, когда у тебя есть несколько ручек, а у кого-то, как всегда, ручка не будет писать. Да? И когда они знают, так, а у Любы спроси, о, у Любы Соминой, она знает. Ну, у нее есть ручка. И раз, Люба дай ручку, раз дает. О, Юха, Крусюков, у него, у нас, у него линейка есть. Ну, на, линейку там, да. То есть, имей чуть больше, чем ты можешь, чтобы ты мог отдать это все дело другим, да. Следующий момент. Притча 12-27. Притча 12-27. Даже на работе. Вот ты пришел на работу, принеси, просто, такой маленький лайфхак, да, там, совет, да. Попробуй принести шоколадочку. Вот мы иногда как-то, как-то мы там собрались в одном, в одном месте. Ребят, слушайте, давайте посидим, а что мы сидим? Ну, давайте чайку попьем, а что мы чайку попьем? Шоколадочка есть, раз, шоколадочку открыл, шоколадочку принес, раз, 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 и как-то, и атмосфера совсем другая. Атмосфера совсем другая. У нас было как-то соревнование в Пущино по волейболу где-то года два назад, и просто пригласили так немножечко поучаствовать, поиграть, было в воскресенье, как раз день так немножечко саванной, приехал, поиграл, у меня был день рождения, 10-го июня, там, по-моему, на следующий, ну, в общем, не помню, в общем, рядом с моим днем рождения. И, думаю, и пришла мысль, купи сок, печенье и просто принеси прямо на соревнование. Думаю, для народа же много, ну, и деньги тем более, да, купи и принеси. Я помню, зашел в магазин, взял сок, печенье, приехал на соревнование, загружал на это, приехал на соревнование, все, мы поиграли, все сделали, народу, пацаны, у меня день рождения был. Да ладно, Андрюха, у тебя был день рождения, да, давайте с вами посидим, да, а че мы, я заношу в зал несколько пакетов соков, и мы все, все ребята, которые там были, хорошо, хорошо постояли, хорошо там пообщались, поздравились с днем рождения, как-то такая сразу же располагающая обстановка, сразу же располагающая обстановка. Вот когда мы пришли на работу, с кем-то, ну, принеси там конфету, да, еще что-то, Надежда Андреевна, вот замечательный человек, так, Андрюша, брат, на тебе, пум, мандаринку, вот каждый раз что-то, ну, я конфеты стараюсь особо не есть, все, везде вылезает из этих конфет, но люблю сладости, да, Надежда Андреевна, так, пум, на тебе двое конфетки, то есть всегда у нее что-то для кого-то есть, да, и вот здесь очень хорошее качество, будь, просто отдавай, будь чуть-чуть побольше, мы в церковь приходим, и мы иногда, так, в церкви нет любви, да, да, тут еще, вот, у нас здесь все плохо-плохо, да ты будь тем, которым мог бы ты отдать, ты показывай пример, если в церкви нет любви, ты давай любовь, ты, ты будь примером, нет любви, с одним человеком разговорил, он говорит, я уехал с моей церкви, я говорю, почему, а у нас там плохо, я говорю, ничего, ну вот и все, а когда ты научишься не потреблять, а отдавать, возьми детский рассказ расскажи, вот просто, да, тебе может быть не нравится что-то, но никогда ничего бывает не нравится, в семье тоже не все не нравится, что я возьму, ну ладно, мама, я пошел, мне у тебя не нравится, вы представляете, это что такое, мне у мамы нравится, ну, к примеру,